Однажды Кришна решил проверить сознание Кришны и Шримати Радхарани. Просто решил проверить. Во Вриндаване это было. И Шримати Радхарани путешествует. Длинные истории, я ее кратко расскажу. Она со своими подругами встречает во Вриндаване новую гопи. Даже не гопи, а новую девушку, которая из райских планет. Это Кришна принял облик девушки из райских планет. Ему было интересно как-то пообщаться с Шримати Радхарани инкогнито и проверить, что там она думает о нем. Просто интересно было. И вот она встречает эту жительницу райских планет. Говорит, откуда вы? Говорит, а мы с райских планет, мы на экскурсию приезжали во Вриндаван. Мне так здесь понравилось. Я решил остаться. Мы тоже людей привезли, новых из Москвы. И кому-то так во Вриндаване понравилось, что когда мы уехали в Решикешске, она говорит, зачем мы сюда приехали? Мы хотим во Вриндаван. Даешь Вриндаван. И вот эта райская жительница, несколько осталось, да, они сейчас здесь. Эта райская жительница говорит, мне так понравилось во Вриндаване, что я решил остаться. Я же вот смотрю, вот какая любовь здесь, как ты любишь этого Кришну. Прям так здорово. Вот я решил остаться. Говорит, здорово, ты сделал правильный выбор. Оставайся с нами. Но она говорит, Кришна говорит в облике этой жительницы райских планет. Слушай, ну вот я не могу понять одну вещь. Меня, знаете, даже это расстраивает. У меня такой вот вопрос вот к себе. Но как ты позволяешь Кришне с собой так обращаться? Как ты ему позволяешь так делать? Это же, ну, так нельзя. Его надо наказывать. Он же такой жестокий. Ты посмотри. Вы вышли с ним вдвоем с танца раса. Помнишь? Он говорит, ну. Помню, ну да. И вот он тебя бросил. Как это место называется, где он ее бросил? Дерево им летал. А до этого называется Шингарват. Они рядом, это там происходило. Это прям недалеко здесь. Это рассолило, это две вещи. Тут было все. Он ее бросил в Шингарват. Она говорит, она же попросила, ты можешь меня нести? Он говорит, да, и исчез. И он тебя бросил, ты понимаешь? Он тебя бросил. Как он мог это сделать? И смотрит на нее. Как будет реагировать? И она среагировала очень правильно. Она говорит, знаешь, я понимаю, почему Кришна так поступил. Я переживала, что мы ушли. Сейчас идет эзотерика. Эзотерика. Ну, немножечко можно, да? Просто шлока такая. Мы ушли с танца расы, и я переживала, что другие гопи остались без общения с Кришной. И они стали сходить с ума. И я хотел, чтобы они нас нашли. И чтобы мы все были с Кришной. Вот бескорыстная любовь. И для того, чтобы задержать Кришну в этом месте, я решил его затормозить здесь. Чтобы он будет меня нести, и, соответственно, будет медленнее идти. Они нас догонят, и тогда мы будем вместе. Вот это был мой план. Но у Кришны был лучший план. Кришна понимал, я знаю, я потом поняла, Кришна понимал, что когда они встретят нас вдвоем здесь, у них может возникнуть чувство зависти. Гармонии, что вот надо же, вот он с ней. Вот они, помните, искали, вот кто это такая, да? И тогда не получится гармонии. И поэтому Кришна, для того, чтобы гармония возникла, он меня бросил там. И потом меня встретили гопи, и стали меня жалеть. У нас возникла гармония против Кришны. И потом мы уже, ну, буквально в 70 метрах находимся, и им летал, где они встретили Кришну. Где они встретили Кришну. И Кришна слушает и говорит, слушай, как ты его понимаешь вообще? Как ты понимаешь? Так и было? Понятно, да? То есть Кришна непогрешим. Он никогда не грешит против своей природы любить своих преданных.